МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свой профессиональный праздник, День машиностроителя Республики Беларусь, коллектив закрытого акционерного общества «Амкадор Пинск» встречает новыми планами и проектами, которые сегодня поставила перед машиностроительной отраслью страны, правительство и время. Об амбициозных планах руководства по дальнейшему развитию предприятия, на что делается ставка для роста объемов производства и экспорта, чем живет коллектив одного из ведущих в стране машиностроительных предприятий, мы расскажем в программе «Подробности». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно коллектив закрытого акционерного общества «Амкадор Пинск» отметил свое 30-летие. Можно смело говорить о том, что четвертое десятилетие для коллектива станет и очередным этапом развития. Коллектив пережил огромную потерю. Рано ушел из жизни талантливый, уважаемый коллективом и коллегами руководитель, профессионал, человек, любящий свое дело и преданный своей стране, Михаил Будгусаим. Михаил Александрович создал один из лучших в стране заводов «Амкадор Пинск» с просторными, светлыми цехами, высококлассным оборудованием, комфортными условиями труда. Он обеспечил разработку и постановку в производство целого ряда современных, эффективных, востребованных дорожно-строительных машин «Амкадор», каждая из которых теперь навсегда будет связана с его именем. Сегодня у руля пинского «Амкадора» Александр Григоренко, человек с богатым опытом руководителя и производственника, которому дороги традиции коллектива и который считает делом чести решить все проблемы, чтобы закрытое акционерное общество сохранило статус ведущего и наиболее динамично развивающегося предприятия холдинга «Амкадор» как в плане объемов производства, так и по темпам и глубине модернизации. Коллектив хороший, завод прекрасный тоже, тут все налажено, все отлажено. Да, есть моменты, как везде, но не бывает так, что в любом производстве всегда есть какие-то недочеты. Где-то нам надо станочное оборудование подменить и так далее. Но финансово есть сложности определенные, которые мы сейчас решаем. Мы взяли буквально месяц назад, целый июль мы занимались, взяли кредит Банки развития под 185 указ президента по экспортным поставкам в Россию 30 миллионов. В общем, за дело новый руководитель взялся, что называется, засучив рукава. Времени на раскачку просто нет. И предпринятые под его руководством шаги уже дают свой результат. Это позволило нам закупить комплектацию и увеличить производство. То бишь с 3-4 миллионов мы вот буквально уже за август месяц сделали 9 миллионов. Наша задача идти не меньше, наша задача идти по 10 и более, для того, чтобы мы быстрыми темпами смогли уйти с нашей долговой ямы, выйти на самодостаточное самообеспечение, чтобы мы, опять же, могли бы позволить себе не только расширяться в плане техническим, ну и повышать зарплату людей. Мы видим, что вокруг нас уже промышленные предприятия выше зарплаты проанализировали, чем у нас на МКДОРе. Поэтому наша вот сейчас самая стратегическая задача – это повышение зарплаты, благосостояние людей. Для достижения этой цели выработана и новая стратегия, направленная на значительное увеличение темпов производства. Для этого, конечно, нам надо сегодня идти темпами, еще раз повторяюсь, 10, а может уже и 12 миллионов. То есть в 2, а то и в 3 раза увеличить наше производство. Может, это амбициозные планы, но это планы, которые нам позволят выжить и в наших условиях, наверное, сегодня рыночных жить. У ЗАО «Амкадор Пинск» огромный потенциал. Это позволяет предприятию отвечать всем вызовам времени. И так, корректировка в тактике, которой сегодня придерживается руководство, оказалась верной и дальновидной, и уже доказывает свою эффективность. Техника, которая производится сегодня «Амкадор Пинск», она, можно сказать, на расхват. Мы сейчас более делаем ставку на позиции более маржинальные, которые имеют добавленную стоимость, на 4-5 позиций. Потому что завод вообще нацелен на выпуск 56 наименований, это чересшур, наверное, много, я так считаю. Хотя оно, наверное, надо, но сегодня мы понимаем, что надо сделать 5-7 прорывных позиций, те, которые позволят нам, вот то, что я назвал, выйти на уровень 10-12 миллионов. Это вот такая наиважнейшая и наипервейшая наша задача. Мы должны полностью выйти на самообеспечение, самоокупаемость. Мы выполняли, к примеру, 20-30 машин в месяц. Сейчас мы дошли до 50 машин в месяц и дошли до уровня 9 миллионов. В штуках это где-то полсотни, вот если уже 12, это будет 60-70 машин. То есть разные же машины и разная стоимость. Сегодня загружено производство по максимуму. По кооперации работаем с холдингом, размещаем где-то по кооперации свои заказы, нам помогает. Не только в рамках холдинга, но и даже на предприятиях промышленного комплекса Республики Беларусь. Связано это с тем, что большой спрос сегодня на нашу технику. Возможно, это подъем экономический. Всем нужна техника машины. Как производственник я на это смотрю положительно. Чем меньше номенклатура, тем больше будет объем выпускаемой техники, тем будет выше качество этой техники. На это да. Но, наверное, в наших реалиях все равно нам придется делать другие какие-то модели из нашего номенклатурного реестра. Для этого надо четко использовать экономические рычаги и поэтапно реализовывать намеченное. Мы сейчас договорились с руководством Кадора, что мы будем выполнять свои намеченные цели постепенно, поэтапно и идти с четырьмя-пятью позициями. Это 320 машина, что востребовано. Это сегодня 732 машина, что очень тоже востребовано на рынке Гридера G160. Ну и Т-400 челескоп-погрузчик. Ну и параллельно понемножку делать дорожные катки, как пятая позиция. Ну и вы, наверное, обратили внимание, когда зашли, мы завезли парадка уже 70 тракторов, в том числе делать навеску на трактора «Беларусь». Ну и тоже продавать. Первостепенная наша задача. Такой скачок вперед стал хорошим фундаментом для успешной деятельности и дальнейшего продвижения амкадоровской техники на рынке. У нас все скакнуло. У нас производство идет выше 200%. Общее производство. У нас вообще оно под 300 подходит. 270, если быть точным. У нас индивидуальный объем выше 100%. У нас по производственным показателям сейчас просто ситуация такая идеальная. А вот финансовые показатели должны быть гораздо лучше. Мы даже сегодня видим, что если мы такими темпами будем идти, то мы от основной деятельности к концу года от убытков уйдем. Надо попахать, поработать всем нам, всему коллективу. Завод работает в две смены. Загрузка у нас полная. То есть две смены работают полноценно. По цеху мы видим, что техники достаточно стоит. И как бы по перспективам тоже на будущие месяцы мы видим, что есть загрузка. По продажам также видим, что реализуется техника. Поэтому и загрузка у нас такая на данный момент. Работаем, то есть осваиваем новую комплектацию, выпускаем продукцию. Есть у нас и по импортозамещению техника, которая инновационная, с которой мы также уже ее осваиваем и выпускаем. То есть в этом случае есть модификации. Поэтому работа есть. Люди работают. Все довольны. Конечно, предстоит решить немало проблем. Но и их решение уже просчитано на перспективу. Если нам выходить на эти объемы, соответственно, нам надо человек на 60-70 добавлять на штат. Работников, ну всех, это токара, сварщики и так далее, фрезеровщики. То есть весь шлейф тянется за этим. Без этого никак. Мы надеемся, что если нам удастся, задуманно, мы повышим заработную плату, то людей нам привлечь получится. Но опять же, только с увеличением оплаты труда. Впереди много планов и проектов. И первоочередное место в них занимают модернизация, техническое перевооружение, совершенствование технологии, расширение производственных площадей и технопарка. Другие не менее важные аспекты, которые были, есть и будут лицом Пинского Амкадора, техника которого всегда будет брендом надежности, экономичности и производительности при оптимальном соотношении цена-качество. В современных тенденциях и требованиях надо и модернизировать производство, покупать, увеличивать количество станков и повышать квалификацию работников. То есть это такая серьезная задача. Но мы справляемся. Жить одной семьей, работать с полной самоотдачей и смотреть в одном направлении, двигаться к намеченной цели, которая приводит к успеху. Этот огромный потенциал человеческого фактора – главное звено в сложной производственной цепочке. И костяк коллектива – именно те люди, в надежных руках которых судьба родного коллектива. И потому у нашего Амкадора все обязательно получится. Пинские машиностроители не раз доказывали, что даже в условиях экономического давления отрасль не стоит на месте, не тормозит, не перестает развиваться. Все – от руководителя до рабочего закрытого акционерного общества – понимают. Оснащенность, высокопроизводительность, надежность, современная техника необходима для важнейших отраслей народного хозяйства страны. На страже экономической независимости которой стоит и коллектив ЗАО «Амкадор Пинск». В преддверии Дня машиностроения хочу всех поздравить с праздником Дня машиностроения, что в нашем случае, чтобы было легче всем, касаемо нововведений и новых каких-то достижений, чтобы все было лучше, легче и технологичнее, чтобы наша техника выпускаемая и вас, кого поздравляем техника, чтобы тоже радовала всех потребителей, и чтобы все у всех получалось. Всех с праздником. Хочу поздравить всех с Днем машиностроителя, и те, кто у нас и заказывает машины, тоже поздравляю с нашим праздником, и те, кто выпускает машины. Всем желаю здоровья, оптимизма и позитивного всего. Надо всем пожелать только, как говорится, вперед смотреть, смотреть спокойно, смотреть в надежде на будущее, хорошее будущее, с хорошей заработной платой, я еще раз говорю, что коллектив способен эти задачи решать. Добиться нам немножко ритмичности, всем скооперироваться на хороший результат, я думаю, все у нас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова